Вячеслав Евгеньевич, расскажите, что такое экологический совет? Вячеслав Евгеньевич, расскажите, какие специалисты работают в экологическом совете? Я попытался объединить людей разных специальностей. Некоторые из них работали в исполнительных органах власти. У нас есть строители, у нас есть руководители, у нас есть и экологи, есть биологи, есть лесники. Наша организация может привести и общественную экологическую экспертизу. Настоящая экологическая экспертиза, согласно закону, она должна пройти определенные этапы своего формирования. Чтобы они ее сделали, и подписи экспертов. И эксперты общественной экологической экспертизы несут такую же ответственность, в том числе и уголовную, как и эксперты государственной экологической экспертизы. Можно привести пример нашей концессии. В свое время мы проводили расчеты, когда у нас были угольные котельные внутри самоквартали. И когда мы их убрали, у нас резко снизилось заболевание, в том числе и онкозаболевание. Газовые котельные, у них сажи нету. Но сажи не самый страшный фактор. Тот же бенспирен, он выделяется как при сжигании угля, так и при сжигании газа. И он не имеет ни цвета, ни запаха. Поэтому вот эти вещи необходимы. Какие задачи стоят перед вашей общественной организацией? Мы должны формировать, пытаться формировать наше гражданское общество, чтобы оно было грамотное, чтобы своими действиями мы не наносили ущерб. Ну и для этого, конечно, надо проходить, как бы, в свое время даже в школах было, это так называемое экологическое образование и воспитание. Ну вот этим мы как бы и хотели бы и заняться. Вячеслав Евгеньевич, как Вы оцениваете экологическую ситуацию в нашем городе и какие первоочередные проблемы видите? Я могу сразу сказать, что никакой экологической катастрофы в городе Берске нет. Но есть, конечно, проблемы, которые у нас, ну, которые необходимо решать. И они очень серьезные, на мой взгляд. Это, ну, я считаю, что вот самые такой серьезные проблемы в городе Берске – это наш полигон. Ну, это так называемая просто свалка. Вот я сразу могу сказать, когда я общественникам говорю, это сразу поднимает меня на смех. Свалка, свалку никто не поджигает, она загорается сама. Ее необходимо убирать. То есть мы должны этот вопрос возобновить, хотя уже его решать уже довольно-таки сложно сейчас, сложнее, чем раньше было. Ну, или просто, и, в общем-то, за полигоном необходим контроль. У нас, к сожалению, лес, он перестойный, ему больше 100 лет. Больше всего фитонцидов и других полезных веществ, тогда, когда сосна молодая. К сожалению, когда сосна уже за 100 лет, да, одна и кислорода практически не вырабатывает ни фитонцидов, ничего. Ну, это можно сравнить, ну, скажем, как и человек, да. Человеку 20 лет, он цветет и пахнет, да. Но когда ему под 90, это уже совсем другие вещи. Соответственно, совсем другие вещи. Многие таких, и в том числе ливневая канализация. Ведь проблем не то, что там нас даже топят, да, что ее очень мало, да. Но в том, что ведь вода сбрасывается в наше Новосибирское водохранилище без очистки. Там не только нефти, там очень масса вредных вещей, да. Хотя бы элементарные очистные сооружения там должны быть. Для того, чтобы сберечь наше человечество, сберечь наше здоровье, да, необходимо сберечь и природу. Мнение граждан города Берска для нас очень важно. То есть мы работаем именно для граждан, и мы изучаем мнение, чем же все-таки люди интересуются, чем они обеспокоены. Мой телефон, это он 580-59. Мой телефон, это он 580-59.